Однако криптохудожнику задали вопрос, почему он рисует только биткоины. Я понимаю, откуда растут ноги у этого вопроса, но если вы подписаны на самого лучшего художника Мишель Арт, то будете знать ответ и не попадете больше в просаг. В профессиональной художественной среде есть такое понятие, как художественная стратегия. Не путайте стратегии продвижения. И у каждого приличного художника есть свой концепт, свое кредо, свой манифест, как угодно называйте. Простыми словами, это та тема, которую автор может освещать плюс-минус всю жизнь. Не будем далеко ходить, вы все прекрасно знаете Айвазовского, который писал преимущественно море, или Шишкина, который воспевал красоту русской природы. Придет ли вам в голову бросить им такую претензию? Конечно нет.